Итак, вы теперь знаете очень много фактов, которые доказывают, что инопланетяне не только есть, но именно они управляют процессами деградации нашей планеты, нашего общества. И именно они тайно завоевывают нашу планету. Вспомним о том, что есть враг рода человеческого, сатана, лукавый, который вводит человечество во грех и этим уничтожает. Вот, видимо, именно об этих инопланетянах и было сказано это. Потому что все, что мы называем сатанизмом, кровожадностью, во многом обусловлено поведением именно и интересами тех инопланетян, которые пытаются, очевидно, захватить нашу Землю. Огромная опасность исходит от них. И самое страшное, что общественные мнения уже готовят к их принятию очевидности этих инопланетян. От насмешек перейдут к тому, что да, это обычное дело, но это боги. Да, конечно, у них огромное техногенное развитие. Очень похож на спутник, наш спутник земной, на космический корабль. Потому что он действительно должен был улететь бы от нас по всем законам, раскрутить орбиту и уйти. А он каждые четыре года приближается, видимо, на нем есть двигатели. Поэтому действительно есть где базироваться инопланетянам. И не имеют они интересов сделать нам добро. Но тем не менее на Земле есть и высшие цивилизации. Они наблюдают за нашей эволюцией, они нас защищают. И мы можем обратиться к ним. И только обращение к высшим цивилизациям даст им право на помощь нам. Сатана вмешивается, не спрашивая нашего согласия. А вот высшие цивилизации, гармоничные, которые и привели, кстати, жизнь на эту Землю, и помогают нам в эволюции, они ждут нашего обращения и нашей просьбы. И вы поймете, насколько это серьезно научиться молиться высшему миру. Все учителя человечества, святые, пришли из одной обители учителей человечества. Об этом говорили Рейх, Балавацкая, об этом говорят индийские ученые, духовные пандиты. И я думаю, пришла пора и нам к этому прислушаться, и нам принимать деятельное участие в спасении планеты, человечества, своих жизней, и обращаться за помощью к высшим цивилизациям. А мы тогда будем иметь право на эту помощь, когда уйдем от того греха, который навязан нам сатаной. Алчность, лень, агрессия, разврат, эгоизм. Все это рассмотрено в моих книгах, и я думаю, они помогут вам понять суть наших ошибок. Когда мы их поймем, мы их исправим. Когда мы их исправим, по нашей свободной воле эти темные цивилизации потеряют власть над нами и не смогут завоевать планету, потому что у них не будет на то права. В космическом праве очень непреложно наступает наказание. Поэтому они боятся, иначе давным-давно заполонили нашу землю. Пока есть еще время, мы можем спасти себя, спасти мир обращением к этике, морали, установлению нормального человеческого общежития, не допущению войны, голода, тотального контроля, а взятию своей судьбы в свои руки общественными движениями, массовыми акциями, призыва к справедливости социальной, и установлению этой социальной справедливости. На Земле хватит места всем, только не инопланетянам, пришедшими завоевательскими целями. Призываем всех объединяться.